Сегодня мы поговорим о том, почему не нужно исключать углеводы, с комментарием врача-диетолога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо друзья за вашу поддержку и спонсорство, наша команда очень вам благодарна, все варианты помощи в описании. Ну тогда начнем. Почему не нужно исключать углеводы? Порой встречаю комментарии, зачем вы рекомендуете бобовые и цельные крупы? Это углеводы, от которых набираешь вес. Помните, что важен тип углеводов, которые вы едите. Да, качество углеводов в рационе важнее, чем количество углеводов. Вы удивитесь, но полезные углеводы, фасоль, горох, чечевица, бурый рис, гречка, киноа, голозерный овес и другие, наоборот, помогают стройнеть и поддерживать стройную фигуру. Потому что они содержат много клетчатки, которая дает вам более долгое чувство сытости, уменьшает аппетит и помогает поддерживать здоровый баланс сахара в крови, эти факты научно доказаны. Полезные источники углеводов, это цельные и минимально обработанные крупы, дикий рис, гречка и другие, овощи, фрукты и бобовые. Они богаты витаминами, минералами, клетчаткой и множеством важных фитонутриентов, которые невероятно полезны для вашего здоровья. Также они улучшают состояние микробиота кишечника, которое имеет влияние на нервную систему, фигуру и даже иммунитет. К неполезным источникам углеводов относятся белый хлеб, белые макароны, белый рис, гранола и мюсли с сахаром, овсянка быстрой варки, мука высшего сорта, рисовая белая мука, выпечка из рафинированной муки, чипсы, картошка фри, сладкая газировка, добавленный сахар, в том числе сладости с рафинированной мукой и добавленным сахаром и другие. Эти продукты нужно свести к минимуму, ведь они почти полностью лишены клетчатки, большей части витаминов и минералов, например, при переработке пшеницы теряется 90% витамина Е. Из-за низкого содержания клетчатки вы больше съедаете и быстрее хотите снова есть после приема пищи. Также недостаток клетчатки часто негативно отражается на регулярной работе кишечника. В целом эти продукты могут способствовать не только набору лишних килограммов, но и повысить риск развития диабета. А полезные углеводы, наоборот, снижают риск диабета, как всегда исследования по каждому пункту я закреплю в описании, чтобы вы сами ознакомились и взяли на вооружение, как я всегда вам говорила, что лучше предупредить заболевание, чем его лечить. И еще больше информации вы можете найти на нашем канале по различным медицинским направлениям и советами практикующих врачей, которые могут вам быть полезны. Отправляйте пост друзьям, родным и близким, эта информация будет всегда актуальна. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!